Как живется малому бизнесу на территории областного центра? Зампред Светлана Давлетова в пятницу посетила предприятие Технотрейд. Компания работает с 2012 года, производит изолирующие соединения газопроводов. В 2015-2016 году предприятие обновило станочный парк. Упили два токарно-револьверных центра с числовым программным управлением для производства готовых изделий. Они просто увеличили объемы. То есть оборудование, которое работало до них, мы бы по площади просто здесь никогда бы не убрались бы. То есть приходится вот так работать, то есть покупать более современное и скоростное оборудование, чтобы увеличилось именно объемы. Ну и соответственно без потери качества, потому что на рынке очень большая конкуренция. Держимся мы сейчас только за счет качества. То есть выполняем и постоянно повышаем это качество. Не просто стоим на месте, а постоянно усовершенствуем свои изделия. С покупкой оборудования помог регион. В рамках программы развития малого и среднего бизнеса была оказана поддержка на субсидирование части затрат. Сегодня предприятиям снова нужна помощь власти. Производственные площади, где располагается Технотрейд, находятся в аренде. Помещение собственник выставил на продажу. Возможности выкупить его нет. Бизнес может попросту оказаться на улице. Я думаю, мы сегодня уже с городом это пообсуждаем. И мы предложим варианты, возможные для размещения предприятия и на действующих сегодня площадках индустриальных парков в городе Иваново. И также администрация посмотрит, что мы можем сегодня предоставить из земельных участков, поскольку есть в планах и возможность строительства своего собственного здания. Основной заказчик продукции – «Газпром». Расширение производства пока только в планах. Для этого нужны средства и новое помещение. А еще кадры. Дефицит кадров очень большой. У нас, можно сказать, выпало целое поколение токарей вообще, как таковых. И распустили все остальные заводы. То есть они куда-то старые уже исчезли, а новых пока еще нет. И не идут работать. Требуется. Утолить кадровый голод помогут токари и сверновщики. Их на предприятиях очень ждут и готовы принять на работу хоть завтра. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.